Я родился при Сталине 25 апреля 1946 года. У моих родителей, видимо, был определенный энтузиазм, и тогда радость, ибо они соединили свои узы в победном 45-м. Тогда все радовались, ибо это была самая замечательная победа. И семь лет при Сталине прошли для меня, конечно, почти незаметно, ибо я был обычный ребенок, но уже впервые что-то шевельнулось в своем сознании в плане социальной оценки. Я бегу по коридору садика 5 марта 1953 года, и меня удивило, что все наши воспитательницы, нянечки стоят у этого черного репродуктора и там что-то сообщают. Я чувствую, называют имя, что этот человек умер, и мне было непонятно, детское восприятие, почему они здесь стоят, плачут, если где-то в далекой Москве умер какой-то дядя. Как ребенок я не знал ни должность, ни имя. Понимаю, что кто-то умер и по имени понимал, что это человек мужского рода. Это вот первое мое, и запомнившись на всю жизнь, вот восприятие. Потому что мой день рождения, это вот не те радости, подарки, которые я мог получать в своей жизни. У меня их, кстати, было мало. Но это история нашей страны. Это все 70-х послевоенных лет, и вот как они прошли через мои глаза. Время последние 25-30 лет, когда случилось то, что вы знаете все, жизнь стала более активной, все забурлило. И я, имея определенный высокий уровень знаний, полученных здесь, вот в университете, и во время проживания в национальных регионах, Казахстан, Грузия, мне это позволило глубже понять, что было, что есть, и дать прогноз на будущее. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я весь мир объехал, и нигде мне не дали возможности говорить то, что я хочу, думать, как я хочу, выдвигать любые идеи. Поэтому это не просто чья-то песня, но она соответствует действительности. И там другая наша песня. Летят перелетные птицы в осенний, в дали голубой. Летят они в жаркие страны, А я остаюсь с тобой.